Визит у таких гостей Ирина Харьякова вовсе не удивлена. Соцработники, медики, инспекторы по делам несовершеннолетних к этой многодетной семье наведываются регулярно. 17-летняя дочь – женщина из-за трудного поведения у комиссии на особом контроле. Вот во время очередной проверки девушки дома не оказалось. Скажите, пожалуйста, где Анастасия сейчас? Анастасия Владышкая. Учится она, да? Да. Вместе, совместными усилиями мы ее, значит, на какой-то правильный наставим. Однако помогают специалисты Ирине не только в перевоспитании сложного подростка. Одинокая мать сегодня еще в декретном отпуске. Единственный доход большой семьи – зарплата бабушки и детское пособие. Чтобы отопительный сезон этой зимой в их доме начался вовремя, к Харьяковым привезли дрова. А вот за безопасностью такого обогрева во время проверки проследил сотрудник МЧС. Необходимо данную печь оборудовать притопочным листом соответствующего размера, дабы искры, выпадавшие из печи, не попали на палас и не получился пожар. Высадился во время рейда в Уст-Лобинском районе десант специалистов и на улице Демьяна Бедного. Здесь тоже живет многодетная семья. У родителей Толстых шестеро детей, пять из них приемные. Уже совсем скоро здесь ожидается пополнение на еще одного маленького члена семьи. В этот дом комиссия больше наведывается не с проверкой, чтобы просто узнать, как дела. В ответ хозяйка Елена предлагает небольшую экскурсию по детским комнатам. А в этой половине у нас живут мальчики. Максим у нас спит наверху, внизу у нас спит Николай, ну а здесь Тимур. К младшим Толстым, как и к остальным детям в семьях, комиссия пришла не с пустыми руками. К каждому ребенку новогодний подарок и приглашение на елку. К слову, в таком составе отряд специалистов семьи посещает впервые. В рейды выходят почти пять тысяч человек. Соцработники, инспекторы по делам несовершеннолетних, медики, педагоги, полицейские, сотрудники службы занятости, департамента по делам молодежи и МЧС. Сегодня они приезжают убедиться, что новогодние каникулы в этих домах пройдут без происшествий. Промежуточные итоги этих проверок сегодня подводят в краевой администрации. О проделанной работе на совещании Александру Ткачеву докладывают руководители проверяющих служб. Внеурочная занятость детей, потому что после школы все возвращаются в семью. 707 детей выявлены, которые ни в каких кружках не занимались. И сегодня мы записали, в основном, прежде всего, выбирают спорт. Спортивная школа, слава богу, что база создана. Спасибо за программу поддержки детского спорта, потому что сегодня есть куда прийти. В Рослабинском отремонтировали отопление, потому что семья замерзала от холода. В Белизском районе в течение нескольких часов глава нам предоставил машину дров. С позитивной точки зрения посещения были приняты. Удалось пообщаться с семьями, где много детишек, 8-9. И даже одна из семей, родители, которые приехали из Сибири, и сказали, что такого отношения внимательного, как на Кубани, они нигде в России не встречали. За две недели свои визиты специалисты нанесли почти 8 тысяч неблагополучных и многодетных семей края. По итогам рейдов, более чем 2 тысячи из них получили благотворительную помощь – дрова, уголь, одежду и продукты. При этом, как отмечают в Министерстве образования, все дети остались в своих семьях, а почти три десятка родителей удалось трудоустроить. Однако работы предстоит еще много, говорит губернатор. Нужно обойти каждый дом и оценить условия проживания в них детей. При этом главная задача – не наказать, а помочь этим семьям. Они за горами Новый год, и нельзя допустить в нашем успешном крае кто-то, чтобы из детей лишился праздника. Всего поятных причин. Нужно максимально помочь семьям, навести порядок в домах, отремонтировать жилье элементарно, помочь с вещами, с продуктами. Это большая работа, но прошу здесь не останавливаться ни в коем случае. Мы и дальше должны, по счету, ее усиливать, и чтобы все муниципалитеты были задействованы. У нас нет разных детей, все дети одинаковые, жители нашего края, Кубани. Все должны быть обеспечены нашим вниманием, поддержкой и заботой. Среди советов Федерации впервые, как эксперимент, такая комиссия, она приносит свои плоды, и я попрошу каждого относиться к этому серьезно. Мы выполняем очень важную миссию, в общем-то, мы берегаем наших детей. В социально опасном положении на Кубани сегодня 12 тысяч семей. В этом списке все, кто стоит на учете у различных госслужб. Матери-одиночки, многодетные, приемные и малообеспеченные семьи, а также те, где воспитываются трудные подростки. Впервые создана такая единая база, которая, по словам правоохранителей, поможет и в дальнейшей работе, например, в рейдах по детскому закону. Дополнительно мы выявили несовершеннолетних, за которыми необходим усиленный контроль, провели профилактические беседы и определили наши дальнейшие пути по недопущению каких-либо противоправных моментов. До конца года такая большая комиссия посетит каждый дом из этого списка. Ведь праздник должен прийти к каждому ребенку Кубани, а для этого не должно быть никаких преград, считает губернатор. Чтобы убедиться в этом уже с повторной проверкой, специалисты еще раз приедут к этим же семьям во время новогодних каникул.